В Санкт-Петербурге 53-летний мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат и пошел на таран забора. Видео публиковал телеграм-канал Мэш на мойке. Инцидент произошел на улице Чайковского 31 июля. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина по очереди бросает в двери здания коктейли Молотова. Мы насчитали минимум два. Окружающие реагируют по-разному. Проходят мимо, снимают на телефон. Кто-то пытается остановить, но безуспешно. Человек с горящей бутылкой ведет себя агрессивно и настойчиво. После этого мужчина сел в автомобиль «Лада» и начал таранить ворота соседнего дома. Вскоре его задержали. Как пишет Фонтанко, якобы поджигатель получил по телефону указание от некоего сотрудника ФСБ, которому нужно было получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Из-за брошенного петербуржцем коктейля Молотова, как сообщили в пресс-службе администрации центрального района города, возник пожар на площади 1 квадратный метр. Его быстро потушили. Этот случай не единственный. Всего за один день, 31 июля, ВРФ подожгли военкоматы в девяти городах, сообщает телеграм-канал «База». Подобные случаи были в Калуге, Подольске, Можайске, Омске, Верхнеуральске, Копейске и Россаше. Большинство, по их словам, накануне звонили неизвестные и убеждали совершить поджог. Но, возможно, это только версии РосСМИ. Ведь публично говорить о том, что люди шли на преступления, потому что не хотят воевать, в РФ нельзя. Так в Россаше силовики задержали 24-летнюю девушку, учительницу истории, которую, по ее словам, поджечь военкомат попросили телефонные мошенники. Они убедили женщину в том, что в здании военкомата находится неизвестная, которая пыталась оформить на нее кредиты. И, чтобы задержать их, ей нужно бросить в здание коктейль. По похожему сценарию, поджоги военкоматов устроили и в Можайске. Как пишет канал БАЗа, некие мошенники убедили женщину поджечь военкомат города. Они объяснили ей, что там прячутся преступники. Якобы загипнотизированная разговора, женщина так и поступила. В здании загорелась лишь оконная рама, огонь потушили своими силами. Поджигательницу задержали на месте. В Подольске попытку сжечь военкомат, по данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», совершили двое пенсионеров. Их задержали дежурившие неподалеку от здания силовики. А в Калуге, как писал телеграм-канал МЭШ, 77-летняя местная жительница пыталась поджечь здание военкомата на улице Суворова. При задержании она угрожала все взорвать, говоря, что в сумке есть граната. При обыске силовики изъяли у нее бутылки с зажигательной смесью. И это далеко не первая и не последняя пенсионерка со взрывчаткой возле военкомата. Подобные случаи были и раньше. Так еще в апреле этого года 73-летняя женщина дважды пыталась поджечь военкомат в Первоуральске. Попала даже на видео. И что самое интересное, накануне поджоги были и в столице Бурятии. Так в Улан-Удэ на дело пошли двое – мужчина и женщина. Коктейли молотова, которыми забросали вход в военкомат, лежали в сумке у женщины. Одну из бутылок мужчина метнул в дверь, другую – в стекло первого этажа. Также сообщается, что попытки поджога имели место в Архангельской области, Казани и временно оккупированной Феодосии. О том, что граждане России массово совершают поджоги военкоматов на территории РФ, а также в оккупированном Крыму, говорится и в отчете Американского института изучения войны. И здесь можно провести прямую параллель между массовыми поджогами и объявлениями всеобщей мобилизации в России, а также изменений законодательства в Госдуме. Со следующего года в российскую армию будут призывать мужчин до 30 лет без переходного периода. Также, согласно новому закону, вырастут и штрафы для уклонистов. Если раньше речь шла о сумме от 500 до 3000 рублей, то теперь цифра вырастет в 10 раз. Власти России идут на любые уловки, чтобы затащить как можно больше людей в военкоматы, говорит пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувеляев. Смысл этих законов в том, чтобы все, чтобы еще раз проговорить основное правило современного российского общества. Если о тебе знает военкомат, ты окажешься на форекс. И государство будет делать все для того, чтобы каждый, как он знает военкомат, каждый, кто хоть раз в жизни в своей ду в военкомате, превратился в пушечное мясо. Это его задача. Это работа военкомата. Это такая машина по истреблению граждан. Все. Точка. Именно из-за такой точки в России, видимо, и проходил марафон «Подожги военкомат». Не имея возможности отстоять свои права законно, россияне, которые отказываются воевать в Украине, идут на крайние меры. Какой это даст результат, пока неизвестно. Но зато хорошо известны цифры военных РФ, которые погибли в войне против Украины. 490 за минувшие сутки и 246 190 с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Генштаб ЗСУ. А что об этом думаете вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса». Там первыми появляются все самые важные новости о войне.